Никита Сверку родом из Минской области города Клецка. Окончил 9 классов и поступил в Несвежский государственный колледж имени Куба Колоса на специальность учитель физической культуры и здоровья. После окончания колледжа, как и большинство юношей, был призван на срочную службу в армию. Но, к сожалению, на тот момент молодой человек был негоден, а потому на три года остался работать по специальности. Но на этом его желание отслужить в вооруженных силах Республики Беларусь никуда не пропало. После того, как три года прошло, опять была перениткомиссия, после этого поставили группу водности, что я готов служить. Я всегда хотел быть военным. После того, мне знакомые сказали, что есть возможность вообще сразу пойти на контрактную службу, без срочной службы. Я выбрал именно эту бригаду, потому что мне нравится именно город Брест и расположение именно этой войсковой части. И мне нравится все, что связано с парашютами. Я знаю, что здесь хватает и стрельбы, и военной подготовки, и строевой подготовки. Мне нравится. Армейская жизнь новобранцев не всегда дается легко. Даже несмотря на то, что ты пришел не на срочную службу, а на контракт. Чтобы привыкнуть к строгим правилам, требуется время. Так случилось и у военнослужащего контрактной службы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Никиты Цверко. Было сложно подойти первый подход к командиру, первый подход к сержанту правильный, приветствие. Вот это самое было сложное. Повезло, что у нас был КМБ, курс молодого бойца. Он дал немножко понять, где мы и что мы здесь делаем. Это самое было полезное, что было. Нас научили также и строевая подготовка, как правильно воинское приветствие давать военнослужащим. Все понимающие, что я пришел только на контрактную службу, без срочной службы. И все понимающие относились к этому, где-то помогали, где-то подсказывали, где-то вели, где-то объясняли на пальцах и так далее. У нас есть командирное отделение, которое следит за этим личным составом. Также и мы в этом отделении находимся и также помогаем новому пополнению адаптироваться. В общем, рассказываем, показываем, что непонятно. В общем, любой человек может подойти, даже то же самое я, и что-то непонятное подойду к нему и спрошу, что он мне ответит. Ни для кого не секрет, что жизнь в армии от начала до конца подчинена строгой воинской дисциплине, абсолютному соблюдению правил и порядка. Полумеры здесь практически отсутствуют. Либо можно, либо нельзя. А потому в ежедневной совместной деятельности и преодолении трудностей понимаешь, как в такое время необходимы товарищи рядом. Но не каждый может легко найти общий язык. Первым пойти на контакт. С такими трудностями Никита Цверконий столкнулся. Мне помогло в этом то, что я уже проработал в школе. Я три года в школе проработал. И мне повезло в этом плане, потому что умею находить общий язык с коллегами, общий язык с детьми находил. И тут было проще гораздо. Если бы я пришел 18-летний, было бы тяжело, конечно. Но в этом плане проще. Как быстро нашел, у нас пришло сразу же пять человек на контракт именно в этот день. И мы как-то все обменялись номерами. И начали общение вместе на службу, вместе со службы. Какие-то новые общения еще. То есть, как бы, ну, было несложно. С Никитой было легко найти контакт именно вот этот вот. Потому что Никита работал уже в этой сфере. Еще до армии он рассказывал. Никита хороший парень. В общем, когда он пришел сюда, ну, сразу видно, что у него есть такой дух служить. В общем, у него все получалось. И с ним, ну, где-то в наряд заступили. Где-то там на огневой постреляли. И где-то вот мы, как контрактники, мы ходим домой в свободное время. У нас есть свободное время после шесть часов. Ходим на какую-нибудь тренировку. Футбол, качалка. За плечами Никиты Цверко четыре месяца контрактной службы. За это время юноша постигнул азы начальной военной подготовки. Получил знания и навыки для службы. Впереди его ждет столько же еще неизвестного. И заветные прыжки с парашютом. Насчет прыжков, конечно, я переживаю. Товарищам говорю, что все хорошо, что никаких переживаний нет. Но сам понимаю, что это первый прыжок. И командиры роты, все говорят, что все нормально. Все прыгают, и ты прыгнешь. Сегодня юноша с уверенностью и гордостью может назвать себя настоящим защитником Отечества. И 23 февраля – это по-настоящему его мужской праздник. Праздник защитника. Для меня 23 февраля считается… Раньше я считал праздник мужчин. А сейчас я считаю, что это праздник мужчин, которые прошли военную службу. Я могу гордиться, что я сейчас служу именно в этой бригаде. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».